Сильны традициями. Подмосковные ветераны подвели итоги работы Московского областного регионального отделения общественной организации ветеранов вооруженных сил. Отделение зарегистрировано в Щелкове, поэтому итоговое заседание комитета провели во Дворце культуры имени Чкалова. В работе с собранием участвовали 66 человек, члены контрольной ревизионной комиссии и руководители 27 местных отделений. По словам лидера региональной организации Владимира Рабеева, главная в работе ветеранов вооруженных сил – сохранение и защита памяти о подвигах наших офицеров. Перестепенно внимание было уделено вопросам сохранения и защиты исторической памяти, борьбы с попытками фальсифицировать итоги Второй мировой войны, переписать историю. В ответ на выпады западных СМИ в отношении итогов Великой Победы ветераны вооруженных сил совершили несколько поездок по местам боевой славы в Крым, Белоруссию и Германию, где встречались с ветеранами и жителями городов. Свой проект ветераны назвали «От 75-летия подвига защитников Брестской крепости к 75-летию Великой Победы». В составе делегации – участники войны, свидетели событий Великой Отечественной. В этом году за активно-общественную работу впервые отмечено не одно, а три местных отделения подмосковной организации. Главную награду, переходящую в «Импел», который пять лет назад убывал в космосе, вручили колумбинцам. По единодушному мнению члена комитета, первое место мы отдали колумбинскому местному отделению, которое возглавляет генерал-майор Шумеев Виктор Иванович. Очень динамично развивается отделение, выпускает свой информационный бюллетень, много работает с фронтовиками, ветеранами боевых действий. И поэтому по достоинству мы отдали им первое место. На сегодня организованная часть нашего общества – это офицеры, это я так считаю, ветераны вооруженных сил. У них установка служить Родине, заниматься военно-патриотической работой, готовить себе достойную смену. Вот в этом направлении идем. Почему мы хотим увековечить Колумбинское высшее артиллерийское командное училище? 200 лет. На протяжении своей истории, но постоянно воевала. Второе и третье места по итогам года, соответственно, заняли Химкинское и Подольское местные отделения. Ветеранскому активу, прослужившему в ракетных войсках стратегического назначения, в годощину войск Владимир Робеев вручил памятные медали в рядах организации 172 офицера, которые защищали наш ядерный щит. Отметили также активного члена ветеранской организации Евгения Тарелкина, участника эксперимента «Сириус-19» по имитации полета на Луну. Был у нас спад патриотического воспитания молодежи, и сейчас мы этим должны заниматься. И как раз этим активно и занимаемся. Потому что если мы не будем общаться с нашей молодежью, то они будут смотреть вот эти вот непонятные фильмы. Ну и хорошего из этого не выйдет. Надо общаться вот так вот. Лидер региональной организации отметил, что продолжит добиваться улучшения социального положения ветеранов вооруженных сил, укреплять институт кураторов, чтобы как можно большему числу молодых людей офицеры могли рассказывать о героизме советских и российских воинов. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.